Паста 365 Канал не для вас Пара-пара-пам Здравствуйте Сегодня мы с вами готовим классический французский соус бешаме Для этого нам понадобятся те продукты которые есть в каждом доме и вы можете их найти в любом магазине Одна луковица, 500 мл молока Один листочек лаврового листа, ровно 25 грамм муки Немножко мускатного ореха Совсем чуть-чуть, буквально щепотку Ровно, ровно 12 перчиков и один бутон гвоздики Также белый перец и немножко петрушки Ну и конечно не забываем сок Первое, что мы делаем, мы нарезаем луф Следующее, что мы с вами сделаем мы нагреем молоко Пока молоко нагревается, мы добавляем лавровый лист 12 перчиков и бутон гвоздики Перчим белым перцем Добавляем либо одну свежую веточку петрушки либо у меня она молотая примерно в соотношении Конечно, не забываем посолить Бешаме лучше чуть-чуть пересолить Тогда это придаст особую пикантность этому соусу Если его не досолить, тогда он получится безвкусным И натираем ускатный орех Старайтесь не покупать ускатный орех, который уже натерт Потому что он теряет более 50% аромата Теперь в наше молоко мы можем добавить и луку Не беспокойтесь о том, насколько ровные кубики у вас нарезаны Потому что самого лука в соусе не будет Для того, чтобы жарить грибы нам обязательно нужно их протирать салфеткой, а не мыть Потому что грибы, они имеют полистую структуру и они набирают в себя максимум влаги Так как потом они будут проходить термообработку то все бактерии будут убиты Все, что нам нужно, это снять только кусочки земли слива Наше молоко готово, и мы его настаиваем 15 минут Дальше нарезаем грибы кухнями слазки Грибы нужно обжаривать на высокой температуре но небольшое количество времени Тогда они уничтожают текстуру и сохраняют островатый присущий вкус шампиньонов Наши грибы готовы Теперь мы переходим к самому сложному Мы будем пытаться сделать так, чтобы наш пищеварь загустел Первое, что мы делаем, мы процеживаем молоко Останавливаем в нашей кастрюле 25 грамм масла Стараемся это делать на маленьком огне, чтобы масло не закипало А теперь добавляем 25 грамм муки Вмешиваем ее понемножку, чтобы успевать размешать масло А теперь я вам открою секрет Для того, чтобы бешаммер всегда загустевал не надо добавлять в молоко сразу все Добавляйте его тремя частями Добавляем первую треть и размешиваем все комочки Когда комочки размешаны, можно вливать вторую треть Соус приобретает густую кремовую консистенцию Когда не осталось ни одного комочка добавляем финальную часть молока И соус снова должен стать жидким Но не пугайтесь, ему нужно какое-то время для того, чтобы снова загустеть Включаем средний огонь и равномерно помешиваем Нам понадобится около пяти минут для того, чтобы соус снова стал густым Пока варится наша паста Соус обязательно нужно накрыть крышкой для того, чтобы он не покрылся белым Соус бешаммер достаточно нежный на вкус поэтому нам понадобится классическая паста Белла Пасту варим в большом количестве воды Это помогает ей сохранить ее эластичность и плотность Если пасту варить и воды будет совсем немного тогда она сами склеится Готовую пасту вместе с грибами кладем в наш соус Мы передаем вверху красивым картинкам на которых показывают выложенную пасту, а сверху горшкой соус Как говорят итальянцы, соус и паста должны прижимиться Для этого их обязательно нужно смешать в одной кастрюле и дать постоять лимон Теперь вы умеете готовить дешаммер с жаренными грибами Нужно накрыть крышкой для того, чтобы он не покрылся белкой Миха, Миш Звук не очень вкусный Пока варится наша паста, соус обязательно нужно накрыть крышкой для того, чтобы он не покрылся белкой Где? Да Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!